Молинеза Остроустая Молинеза Остроустая Калипсий, а в начале Калипсий. Молинеза О !! втесненцию от звонка и выставлению комментариев. Помимо 30-летнего доставления о бранже акваристичной, то в дальнем ciąгу захочет и мотивирует меня до дальнейшей работы, целью которого есть распространение милости до акваристики. Чарная молинеза Островуста это отмена ходовленная. По разу первый гатунок szczególно описал Валансиан в 1846 году, а в 1919 году немецкий ходовца Билл Стернке выходовал целково-чарную отмену. Початкующим акваристам warto zwrócić uwagę на этот гатунок, потому что молинеза Островуста са рыбками невымагающими и очень вытрибленными. Важно поэтому са досконалым кандидатом для початкующих акваристов. Молинеза то са сладководные рыбки живородные, поэтому в акваристах могут быть триманы в парах. Важно зазначить, что в большей группе молинезы не только презентуются цикавые, но также показывают более натуральные захования. На одну рыбку потребуется 4 л, поэтому аквариум для 10 рыбок должен быть повыше 50 литров. Молинезы Островуста имеют низкие, выдвиженные и легко сплоченные побоках тела. Разрежнение пти есть очень удобно. У самцов плетла отбитована прегталкона в гоноподиум. Молинезы островуста preferим аквариат с гэстом вошленностью, но одновременно потребуют волные места для плывания. В своем натуральном средописку preferим чистую и прежнодистую воду, поэтому в аквариуме нужно установить скучный систем наповечения и фильтрации. Оптимальные параметры воды температура 25-28, pH 7-8,5, GH от 11 до 30. В аквариах потребна фильтрация и рация воды с дж. подмянем до 25%. Аквариум должен быть заслонен сшибым или покрымым, потому что в Молинезе любят выскакивать с воды. В натуральном средовском Молинезе отживаются невелкими безкрэговцами, ларвами, зооплактоном, глонами. Кармить рыбок можно живым охотником, рулечником, водзенем, очником, артемием. Конечная диета нужно выполнить покармом рослинным, например, спирулином. Можно кармить как живыми, так и мроженными и сухими покармами. Варто также отметить, что рыбки лучше росли, когда достают покармы живые или мроженные. Рыбок нужно кармить два-три раза в день в маленьких порциях. Молинезе наддаются для аквариума товарищеского. Можно их держать с вражденными живородками, кирисками, скалерами, неонами, кардиналами, безчеками. Не полетенными живородками, вместе с велонками, с рыбами драпечными, с большими полетенцами, полетенцами с язер Малави и Танганикам. Размаржание. Размаржание молинезы очень легко. В противопоставстве до многих других растений рыб, молинезы не складывают икры, а родственник уже в полной формированный на рыбе. Розвучит яй отбывается в челе самите. Та метода розмаржания звеньши шансы претрвания на рыбку. Варто зауважить, что продукты плечовые самцов молинезы могут долго оставить в брюху самите и цикличнее заплоднять новую повсталу икру. В связи с этим залезает, что тримать особо молодых самцов и самичек. Варто также зауважить, что самите осуществляют плотность чешнее от самцов в веке от 4 до 5 лет, веке месяце. Молинезы могут размножать в аквариум обилу, но лучше эффект осуществляем, когда цешную самичку отделимы до особенного зберника. Бодьцем до роджев служит поднесение температуры о 2-3 ст. То есть, если мы несколько цешных самиц, то можем симулировать роды в том самом дне, что улучшает равномерный взросл на рыбку. На рыбе душе покарм стартовый показать, как я это делаю в аквариуме с на рыбке. На этом все. Все вопросы и комментарии прошу оставить под фильмиком. Кто еще не субскрибует канал, то поновне захочем до субскрибции. Дякую до свидания. До свидания.